друзья более случая находясь на море не нашел лучшего момента как показать вам новую модель штатива но перед тем как я покажу вам новую модель я покажу вам какая была старая мне модель старая модель вот так вот они выдвигались ножки с такими зажимами эти и чем они не очень хороши тем что во-первых все таки идет какая-то вибрация штатив нестабилен ну в принципе неплох но нестабилен самое главное когда был мороз всего лишь где-то 15 градусов отломала щеколда то есть она просто замерзла и отломалась и теперь чтобы это распахивать надо такую щеколду но я не знаю даже где ее взять то есть запаять вторую бессмысленно далее здесь у меня была переделка я сделал вот эти трубные такие вещи только для одной цели чтобы подкрепить гидравлическую голову с того штатива который вам покажу на этот штатив у него есть вот такие вот выдвижения там вверх поднимать вот но все равно даже при самом высоком выдвижении он метр пятьдесят шесть допустим то есть не достигает лица как говорится взрослого человека плюс голова была такая я просто переделал сейчас покажу дело в том что голова этого штатива она пластиковая и все ее движения вот эти вот вот зажимается до рукоятка это пластик пластик и когда ты хочешь делать плавное движение то у тебя получается рывками идет потому что это пластик он может цепляться он не ровно плавно движение он где-то все-таки срывается а когда ты снимаешь там какой-то объект тебе надо плавно сделать обзор то с этим штативом это никогда не выйдет это просто побрякушка для фотоаппарата или для чего-то еще так вот это профессиональный штатив здесь есть гидравлическая голова она у меня была ранее я купил ее отдельно хотя штатив продается в сборе вместе с гидравлической головой на алиэкспресс значит что я вам сейчас продемонстрирую вот я откручиваете ножки он полностью сделан из металла и поднимаю его все вот он поднялся закручиваю ноги и здесь он поднялся и у него получилось уже вот такой вот такая вот высота я даже вам скажу что высота этого штатива сейчас приблизительно как вот этот штатив когда он был под поднят полностью далее я выдвиг еще открывают эти зажимы и у меня высота увеличивается еще более ну самую максимальную я вам покажу просто чисто для интереса закручиваю закручиваю еще раз напоминаю что он собран полностью из металла вот у него высота сейчас где-то наверное но метр девяносто пять вот так скажем у меня метр семьдесят восемь я гляжу на него уже вверх это очень хорошо снимать лучше либо по плоскости плоскости глаз либо чуть-чуть сверху да он очень прочный и самое главное что если даже мы не оцентровали камеру потому что тут может быть песок там но вот я поставлю специально так что стоит он да так наискосок видите штатив стоит неровно с наклоном а мне надо чтобы этого наклона не было то здесь существует вот такой зажим который по нивелиру регулируется то есть я могу камерой камеру настраивать еще и дополнительно ее перекос видите и вот такой зажим регулируется тут тут есть нивелирчик маленький капелька воздуха и все и я могу снимать так сейчас я уменьшу его на обратно на мою высоту чтоб я мог наблюдать за морем вот так вот еще но так это даже не имеет значения как я его отпущу потому что я могу настроить камеру отдельно затем я отпускаю здесь и настраиваю нивелир вот вот таким вот образом все то есть камера здесь стоит по штативу ровно сейчас еще немножечко вот так вот все теперь она стоит ровно даже если что у нас есть непосредственно в камере специальная нивелир электронный который даст нам эту картинку и чем хороша собственно говоря вот с чем хорош этот штатив штатив будет всегда при повороте медленно двигаться вот эта голова гидравлическая он очень прочный он выдерживает где-то около шести килограммов то есть камеру можно сюда побольше даже поставить но самое главное что на нем есть гидравлическая голова я могу делать маленькие плавные такие вот обзоры буквально наблюдать за луной опускать вниз поднимать вверх почти незаметно вот так вот делать об это переходы поэтому профессиональные штативы всегда с гидравлической головой ну вот я вам показал ту модель но дело в том что так как у меня гидравлическая голова была куплена ранее она стоит примерно как и штатив но чуть меньше да то я купил на алиэкспресс на этот раз заказал штатив без гидравлической головы он пришел просто с этой вот пластиночки держателем вот это алюминиевая это уже от головы и все я вкрутил бушку сюда и теперь я доволен теперь у меня нет вот этой болтанки как на старом штативе когда я даже веду гидравлическую голову все равно вот это вот есть смотрите вот этот люфт и как ты его не зажимай он все равно будет этот люфт видите а ты когда голову начинаешь вращать а он она люфтит это просто как говорится чебурашка вот этот есть профессиональная вещь он быстро складывается да немножко больше весит у него есть специфический чехол сейчас покажу вот такой специфический чехольчик сюда он весь укладывается и ты можешь взять его в поход подвесил на плечо вот так вот и понес то есть очень удобно сделано на этот счет мягенький тут все можно за ручки взять вот так отнести можно на плече вот теперь вот у меня есть хороший профессиональный штатив здесь как говорится опять я это делаю по доброй воле никаких скидок на этот штатив я не получал просто вам сообщаю если вы хотите у вас есть нормальная камера снимать нормально то приобретайте всегда вот такие штативы надежные крепкие стальные штативы из металла не стальные из металла далее здесь если что вопрос будет это у меня зум записывающее устройство на специальной подставке для зума чтобы колебания не отражались на запись и это называется кошка дохлая кошка там типа чтобы ветер когда ветер гуляет звук ветра записываться не будет будет записываться только звук моря и отдельно в ролике вы увидите звук моря ну вот пожалуй все